Смоляной чучелка Что же, Лис никогда никогда не поймал кролика, а дядюшка Рима, спросил Джуль на другой вечер. Было и так, дружок чуть-чуть не поймал. Помнишь, как братец-кролик надул его с укропом? Вот вскоре после этого пошел братец-лист гулять, набрал смолы и слепил из нее человечка, смоляной чучелка. Взял он эту чучелку и посадил у большой дороги, а сам спрятался под куст. Только спрятался глядь, идет по дороге в прискокочку кролик, скок-поскок, скок-поскок. Старый Лис лежал тихо, а кролик, как увидел чучелка, удивился, даже на задние лапки встал. Чучелка сидит и сидит, а братец-лист лежит тихо. Доброго утра, говорит кролик, славная погодка нынче. Чучелка молчит, а Лис лежит тихо. Что же ты молчишь, говорит кролик. Старый Лис только глазом мигнул, а чучелка, оно ничего не сказал. Да ты оглох, что ли, говорит кролик. Если оглох, я могу погромче кричать. Чучелка молчит, а Старый Лис лежит тихо. Ты грубиян, и я тебя пручу за это. Да-да, пручу, говорит кролик. Лис чуть не подавился со смехом, а чучелка, оно ничего не сказал. Когда тебя спрашивают, надо отвечать, говорит кролик. Сейчас же с ними шляпу и поздоровайся. А нет, я с тобой разделаюсь по-свойски. Чучелка молчит, а братец-лист лежит тихо. Вот кролик отскочил назад, размахнулся. И как стукнет чучелка по голове кулаком. Кулак прилип, никак не оторвешь его. Смола держит крепко. А чучелка все молчит, и Старый Лис лежит тихо. Отпусти сейчас же, а то ударю, говорит кролик. Ударил чучелка другой рукой, и это прилипло. Чучелка не гугу, а братец-лист лежит тихо. Отпусти, не то я тебе все кости переломаю, так сказал братец-кролик. Но чучелка оно ничего не сказал, не пускай ты только. Тогда кролик ударил его ногами, и ноги прилипли. А братец-лист лежит тихо. Кролик кричит. Если не пустишь, я буду бодаться. Боднул чучелка, и голова прилипла. Тогда Лис выскочил из-под куста. — Как поживаешь, братец-кролик, — говорит Лис. — Да что же ты не здороваешься со мной? Повалился Лис на землю, и, ну, смеяться, ушел хохотал-хохотал, даже в боку закололо. — Ну, сегодня-то мы пообедаем вместе, братец-кролик. Нынче я и укроп припас, так что ты у меня не отвертишься, — сказал Лис. Тут дядюшка ему замолчал и стал вынимать из золы картошку. — Старый Лис съел, братца-кролика, — спросил мальчик у дядюшка Римуса. — А кто их знает, — ответил старик. — Сказка-то кончена. Кто, говорит, братец-медведь пришел, его выручил, а кто, говорит, нет. Слышишь, мама зовет тебя. Беги, дружок. Слышишь, мама зовет тебя. Продолжение следует...